Саша, наверное, рвет вишню и думает, «Та нафиг эту я затеял наливку!» Он уже банки достал. Сказал, будет делать. Ну, хай делает. Идемте посмотрим, что он там. Калитку подпишет. А, у тебя там ведь девочка. Я думаю, что ты так мало на... Ты так тщательно там рвешь на одном месте, а ты хоть на другом рвешь, Сань. Ого, оберва, бачите, она уже сипится. Мало? Да хай Бог мил, он с той стороны оберва и хватит. Надо же и птичкам что-то съесть, Сань. Каже, мало чуть-чуть. А сипится. Это все уберем, чтобы... А что, уже гнила вся-то. А ты будешь ее мить на наливку? Ну, конечно. Будешь. Будешь косточки вынимать? Ты же сказал, что не будешь. Короче, машинка. Мы же для себя рвем. Ну да, машинка у нас есть. Мы делаем для себя. Тем более машинка есть, чем косточки. Хорошо, все, давай рви. Я согласна. Он вот там, с той стороны, Санька. О, там еще порви, да и хватит ее. И надо опять ее обрезать, до немогу, чтобы она была коротенькая. Пивник упал, Саша, осторожно. Сегодня мой муж будет готовить вишневую наливку. Ну, не знаю, наливка или как это, когда уже будет готово, добавляется туда водка. Вишни он нарвал и моет, потому что у нас вишня растет на улице. Некоторые советуют с косточкой. Но он сказал, что будет делать без косточки, так как у него есть вот такая чаримная машинка. Он будет выпивать косточки. То есть первый этап, это сейчас нужно отделить вишню от косточки. И сразу, я так думаю, можно насыпать сюда вот в эти банки. Триклитровые. На одну банку... Я хочу ведро, чтобы помыть. Вода стекла все. Ага. Ну, короче, на одну банку один стакан сахара, да? Да, идет у тебя, ты рассказал мне, да? Ну, это вам все, вам покажем. Это приспособление очень простое. И главное, что вот сюда даже может сок еще выбегать. Видите? Вот я его собрала сама. Там прокладочка так оставит. А вот раз, 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 раз. Ну, это мужчины любят играться. Так что саникой... Я сейчас посмотрю, мы уже будем банку подставлять, чтобы вишня падала хорошая в банку. А, то вишня туда падает, ты хочешь сказать? Ну, вот сюда уже, без косточки. А как же она туда... Мне кажется, что тут сильно высоко, как вишня. Косточка будет падать сюда в контейнер. Не, я поняла. Косточка в контейнер. Ну, такая вишня, вот, смотри, вишня. Ты насыпаешь вишни, вот вишня идет, смотри. Опа, косточка выскочила. Что, надо вот так еще и сюда пальцем его бросать туда, да? Зачем пальцем бросать? А как она сама не выйдет? Там высота, смотри, какая. Ну, иешь остальные вишни поддавлю. Это мы разбираемся сейчас просто с этим. А вот это что такое? А, чиня, подожди. А, не. Я думала, она опускается. Ну, я не знаю, что это за... Косточка. Короче, очень все легко. Банку не поставлять... Это контейнер открывается. Нет, контейнер открывается туда, вот. Это все высовывается, вот так. Это, наверное, чтобы присосалось к столу. Саша, это присоска к столу. То есть сейчас нужно мелкую какую-то брать туда, подставлять чашечку, и чтобы вишня прямо... И в банку. Да, да, это присасывается, чтобы она вот сюда. И сюда... Не, ну я просто покажу. Чашку сюда поставить. И прямо в банку бросать тогда. Так, короче, игрушка, муж пока поиграет с этим. Вот мужчины любят такие штучки. Я шпилькой на раз-два это быстро все делаю. Ну, пусть поиграется. Лучше ты не умеешь. Да, конечно, я не умею. Сейчас Саша его возьмет оттуда. Хвостик и уберет, чтобы... Ну, чтобы... Сейчас я помыла. Выбирать такие, чтобы они у них... Я сейчас переберу гнилые, я уберу. Чтобы немножко... Чтобы воды меньше было. Ну, это ваше желание. Ну, там все-таки какой-то червяк вылезет. Я бы мыла. Вот такой гнилой перебрала. Сейчас Сашу-то достану сюда. А ну, Санючек. Опа. Опа. Тебе будет легче. Ну, как эта машинка? Ну, только ты подошла. Сразу плохо стало, да? Ну, смотря какая вишня. Если переспевшая, видишь, вылетает. Она сама вылетает. Ну, я сейчас попробую. И Саша взяла, вижу, стакан сахара на одну третий-трой банку. И пересыпает... Вот насыпал чуть-чуть. И пересыпает слои сахара. Сейчас я попробую это ковырякать. Короче, ситуация такая. Алла отобрала у меня эту штучку. Ребята, классно. Если вы видите... И стоит, играется. Покупайте. Это просто сказка. Вообще, ребят, без проблем. Смотрите. Вот. Оно само все вылазит. Смотри. Я только подаю вишню. Вообще. Сейчас с другой стороны покажу. Просто бомба. Смотри. Ну, там, где, например, более мягкая, то там она не идет. Ну, а так вообще сейчас... Вообще замечательно. Просто без проблем. Смотри. Само забирает. Вот это мягенькая. Я сюда. Уже косточки нету. Смотри. Само забирает. Это вышло. Конечно, шпилькой дольше. Все. Красота. А ты сахар посыпай. Все. Все. Вот три банки получилось. 12-литрового ведра. Все. Косточки достали. И вот это последняя банка. Смотрите, сколько уже сока. Видите? Вот чем отличается, когда вытащены косточки. И сейчас я поставлю в голубятню. То есть в теплое место, но чтобы солнце на эту наливку не светило. Где-то на 5-6 дней начнет играть. А там дальше мы с вами продолжим. Я руководствуюсь тем, что мне рассказывал Саша. Просто я передаю его слова. Накрыла крышками. Все. Забываем на 5 дней.